Ты то, что ты ешь, говорил древнегреческий врач и философ Гиппократ. Отец медицины был уверен, большинство болезней человека это прежде всего результат нарушения питания. Чтобы сохранить здоровье, нужно всего лишь изменить пищевые привычки. Еда – одно из главных удовольствий современного человека. И его основная проблема – регулярное переедание и излишняя калорийность блюд могут привести к болезни или помешать ее лечению. Все эти кулинарные изыски отражаются на уровне глюкозы в крови. Поэтому для героев нашей программы питаться правильно особенно важно. Как из множества продуктов выбрать действительно полезные, что именно искать на этикетке и так ли безвредны сладости с пометкой «без сахара». Разобраться в этом нам поможет врач-эндокринолог Людмила Андес. Мы пришли в магазин. С чего начать? Если говорить о том, какие продукты в принципе стоит выбрать к столу пациенту с диабетом. Что мы здесь имеем? Салаты готовые, уже обработанные, уже мытые. Капуста, морковь, свекольные листья, листья салата. Ну то есть вот она, готовый гарнир для любого мясного или рыбного блюда. Огурцы, которые практически не содержат калорий, которые можно съесть сколько хотите. Если у вас чувство голода или вы просто нервничаете и хотите что-то жевать. Про томаты много споров. Это продукты, которые содержат какое-то количество фруктозы. Томатный сок, стакан – это одна хлебная единица. То есть там есть фруктоза, 12 граммов углеводов. Но сколько нужно томатов, чтобы сделать один стакан сока? Много, да? Килограмм, наверное, нужен. Поэтому если вы съели один-два за раз, это клетчатка. Это просто хорошо. Сельдерей на особом счету. Сельдерей имеет нулевую калорийность. Нашему организму нужно затратить больше энергии на переваривание сельдерея, чем мы получаем из самого продукта. Один из мифов гласит – углеводы нужно полностью исключить. Углеводы делятся на быстрые и медленные. Первые легко усваиваются и провоцируют большой выброс глюкозы в кровь. Вторые перевариваются дольше и высвобождают глюкозу медленно. Контролировать нужно и те, и другие. Но исключать совсем нельзя. Для организма углеводы – основной источник энергии. Это уже колбаса. Можно ли позволить себе кусочек или все-таки забыть навсегда? Номинально 419 килокалорий в 100 граммах. Белок – 17, жир – 39 грамм на 100 грамм. То есть это такая жировая бомба. Углеводов нет, а холестерин повышает. Ну, наверное, в праздник можно съесть кусочек. Ну, она очень жирная и калорийная. Большой пользы не принесет. А любой колбасе нужно забыть? Или есть какие-то, ну, более-менее такие варианты? Например, куриный рулет. Ну, наверное, колбаса – это будет деликатес. Не так, что каждый день сардельки с картошкой, как вот мы помним, да, из детства. Это было неправильно. И сейчас, я надеюсь, так уже деткам не готовят. Жареная рыба, жареное мясо, например, котлеты те же. На пару приготовлено, вот, например, текстели из лосося паровые. Это абсолютно диетическое блюдо. Или это обжарено в панировке. Мы понимаем, что это сразу резко повышает калорийность пищи. То есть, вот, например, мойва сама по себе рыбка жирная. Плюс еще в панировке около 400 килокалорий содержит. Хотя, кажется, там мойвочка небольшая. А если мы стейк из семги паровой съедим, то там будет около 300 килокалорий. Плюс панировка – это углеводы. А здесь уже мы никаких углеводов не получим. Если это запеченные продукты, вот, как говорят, запекайте, запекайте. Народ не понимает буквально, начинает запекать. Но другое дело, что запекают все по-разному. Запекли тут, конечно, как надо. Там прослойка майонеза, сыра. Это сразу в два раза увеличило количество жира в продукте. Соответственно, это повышает калорийность и уровень холестерина после его употребления. Запекать хорошо, когда мы просто взяли рыбку или мяско, посолили, добавили специи, положили в духовку. Тогда это будет полезно. Здесь мы просто увеличиваем калорийность продукта, чтобы наесться, чтобы было вкусненько. Но не полезно. Жареное, я так понимаю, мы по возможности исключаем полностью. Но шашлыки, они же запекаются на огне, то есть этот жир весь уходит из продукта вниз. Говяжий, куриный, из индейки – это будет более полезно. Салаты, конечно, от способа заправки зависят. Майонез, опять же, везде увеличивает сразу калорийность этого продукта. Хотя он хорошим таким связывающим обладает свойством. Но в этой ситуации можно посоветовать, сделайте майонез сами, чтобы это не был майонез промышленный. Еще говорят о том, что если резать салаты, то лучше резать более крупными кусочками, чтобы по максимуму сохранить клетчатку. То есть чем мельче мы режем, тем больше мы разрушаем. Нет, просто чем мельче мы режем, тем больше надо майонеза, чтобы это все связать. А когда мы порезали это крупными кусками, то можно это просто положить в нарезки и не заправлять. Некоторое количество углеводов содержится и в сырах, но пользы гораздо больше. Это основной поставщик животного белка и кальция в организм. Пармезан – рекордсмен. Он не влияет на глюкозу, однако калорий в нем немало – более 400 на 100 граммов. Людям с лишним весом и повышенным холестерином лучше предпочесть моцареллу, она менее жирная. Чтобы снизить калорийность салатов, используйте в качестве заправки не сметану, а натуральный йогурт без сахара. Углеводов в нем столько же, а вот калорий меньше в 2,5 раза. Но больше всего сомнений у диабетиков вызывает творог, точнее его высокий инсулиновый индекс. Инсулин вырабатывается в ответ на употребление углеводистой и белковой пищи. То есть, да, инсулиновым индексом обладают и углеводы, и белки. Причем все белки, не только творог, и мясо, и курица. Да, у творога высчитано, что инсулиновый индекс даже чуть выше, чем у других белков. Это может иметь значение для человека, который хочет снизить килограмм и боится, что прибавит. Тогда мы скажем, что вот вам не стоит есть творог на ночь. Всем остальным, нашим пациентам с диабетом, творог на ночь будет поставщиком кальция, будет поставщиком белка. Миф второй. Хлеб, макароны и картофель можно. Эти продукты, как и некоторые крупы, перегружены углеводами, что неизбежно отразится на уровне глюкозы в крови. Поэтому их количество в рационе нужно ограничить, а про картофельное пюре и вовсе забыть. Картофель, да, это крахмалистый продукт. Мы понимаем, что это легко усвояемые углеводы, что это при диабете надо есть ограниченно. Можно добавить в суп, запечь, но никак иначе не рекомендуется употреблять, чтобы не было повышения скорости всасывания. Что можно сделать? Можно сначала съесть какую-то клетчатку, листья салата, которая замедлит всасывание остальных углеводов, а потом съесть продукт из картошки или употребить в пищу морковь. Не представляете свою жизнь без макарон, выбирайте цельнозерновые изделия. Скорость всасывания углеводов из пасты, приготовленной аль денте, то есть немного недоваренной, будет намного меньше, чем у той же картошки. Главное не перебрать с соусами и гарниром. Оставьте рыбу и мясо на другой прием пищи. Они плохо сочетаются с мучными продуктами, да и не всякий хлеб принесет пользу. Наш известный хлеб «Тонус» сплошная польза. Просто проблема в том, что мы каждый день не можем есть одно и то же, нам это надоедает. Урожайный наш любимый, который содержит муку первого сорта, а не высшего, ржаную муку. Пять лаков с сольном. Великолепно! Тут вообще есть ржаная, ячменная, пшеничная, овсяная, перловая, кукурузная. Проросшие зерна – это источник витаминов. Миф третий. Многие диабетики уверены, что фруктоза безопасна. Фруктоза – тот же сахар, чуть медленнее, но она все же приводит к росту глюкозы в крови. Кроме того, фруктоза способна снижать чувствительность тканей к инсулину и повышать уровень плохого холестерина. Виноград наш. Виноград. Ну, вы провоцируете наших пациентов. Ну, потому что хочется. Мы заходим, и особенно, когда вот такой вот большой, крупный и красивый, хочется. Ну, вот этот сорт мясистый, тут тоже есть какое-то количество клетчатки. Мы понимаем, конечно, что он очень быстро повысит сахар в крови. Но что мы можем сделать? Мы можем сначала съесть тот салат, да, а потом уже немного винограда. Ну, горсточку, да, там штук 4-5. Цитрусы. Считаются грейпфруты самые полезные из цитрусов. Они снижают аппетит. Цитрусы допустимы в питании пациентов с диабетом. Все зависит от количества. Как и все остальные фрукты, 150 граммов порция в первой половине дня. Ягоды «Пожалуйста» точно так же. Это будет одна порция. Вы можете съесть эту малину за один прием пищи. Она не содержит большого количества углеводов. Она содержит много клетчатки. Мы помним про ее косточки. Миф четвертый. Диабетические продукты – лучший выбор. Не все продукты с пометкой для диабетиков действительно полезны. Поэтому внимательно изучайте состав и калорийность таких джемов, батончиков и крейкеров. Нередко среди ингредиентов можно найти фруктозу или большое количество масла. В 100 граммах такого джема без сахара – 40 граммов углеводов за счет фруктозы. Ученые доказали – она всасывается в кровь чуть медленнее сахара, но остается надолго. Кроме того, участвует в гликировании белков и, как следствие, развитии осложнений. Поэтому за раз можно позволить себе не больше столовой ложки. Сладостей на стевии – чуть больше. Стевия – это не калоригенный сахарозаменитель натуральный. Это трава, которая имеет сладкий вкус. Вот, например, шоколад на стевии. Он абсолютно без сахара. Он содержит калории за счет масла какао. На 100 грамм продукта углеводов пишут 24 грамма. То есть все равно там какое-то количество присутствует. Но всасываться эти углеводы будут долго за счет того, что шоколад жирный. Треть плитки можно съесть за один прием пищи. Можно меньше, если силы воли хватит. Делаем выводы. Практически все необходимые витамины и микроэлементы наш организм получает через пищу. Поэтому здоровое питание при диабете – залог хорошего самочувствия и долгой жизни. Но главный барьер, который предстоит преодолеть человеку с сахарным недугом – не ограничения и запреты, а выработанные годами совсем не полезные пищевые привычки. Отказавшись хотя бы от одной из них сегодня, вы сохраните свое здоровье на будущее. Продолжение следует...